Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 А вот с мячом бывшим на площадку Тимофеенко и Ревзин. Хорошая передача на Шевченко. Нужно убивать такие мячи, конечно. Шевченко использует этот момент. Счет равный 6-6. Два очка. Два очка в исполнении Евгения Ткаченко. И вновь Одесса впереди два очка. Делают быстрые замены Вадим Пуцарей. У Одесситов сейчас еще одна готовится. Три очка. Пробило Ткачука первого у Днепра. 9-8. Днепр впереди. Аптамонов. Ткаченко не рискнул. Бросит, дал передачу. Не дают атаковать Днепряне. Неточный бросок Артамонова. Тимофеенко на подборе. Ткачук. Тимофеенко трех очков выриснул бросить. Нет, не забил. Артамонов подхватил. Был мяч. Но тут нарушили правила Днепряне. Кто это был? Шевченко. Шевченко, да. Толчок был в спину. Нет, это Месяц, да. Который вышел на замену. Первые матчи. Александр Месяц. И тайм-аут. Который вышел на замену. Субтитры сделал DimaTorzok. Самое спину. Который вышел на замену. Добро пожаловать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что же, рекламный тайм-аут закончился. 4 минуты, 1 секунда до окончания первого-четвертий матча. По фоламу команд по три командных. И так у всех баскетболистов по одному фоллу, кроме Одессита и Алексея Костиченко. У него два. О результативности, говорит, конечно же, рано. И невысокая пока, собственно говоря, результативность. Мы видим в этом матче, как у Днепра, кстати, с Химиком. Начало сезона вполне прогнозируемо. Это может быть качок на месяц. На месяц не пустили проход. Тимофеенко. Вот в угол площадки, да, он месяц открылся, но не забил. Бежать, 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 бежать! Фандербург. Фандербург с нос ничем. Сам, сам, все сам делает, посмотрите, едва не забил. Тут все в порядке. Тут скрипец подхватил мяч, который удачно свалился ему прямо в руки практически. Гипп атакует, и вновь Фандербург отдает передачу назад. Сумбурно атака, и вновь подбор за Одессой. И вновь скрипец. Подбор стал определяющим в матче Химико с Днепром. Днепр проиграл подбор у этой команды. Так, сегодня будем посмотрим. А ведь на подходе у Одесситов еще есть один высокий. Станислав Балашов, ветеран украинского баскетбола, который сейчас и меняет Челована. Да, это дает повод задуматься Денису Журавлеву, конечно же. Выходит Дубаненко. Еще один игрок составит Днепра, который впервые вышел на площадку. 11 номер. Качук с мячом. Скрипец забрал мяч у Днепрян. 9-8 дней попереди. Долгое счет не меняется. Фандербург теряет мяч. Отработал защиту Ткачук. Вот он на ваших экранах, да. Фандербург ошибся. Айпрессинг применяет сейчас Бипа. Ну, наверное, прессингом это нельзя было назвать. Хотя по активности, я думал, более что будет интересно. Так, Тимофеенко этот бросал, и против него свалили. Будет два штрафных пробивания. Скамейка запасных Днепра на ваших экранах была. Не хватает Днепру, конечно же, центрового. Может быть, еще не помешал бы один игрок в заднюю линию. Но это все проблемы, которые должны решать руководство клуба. Ну, проблемы есть у каждой команды, собственно говоря, в Украине. Поэтому, наверное, неправильно было бы говорить, что... Вот только Днепра такие проблемы. Я думаю, что каждый тренер, каждый президент хотел бы на каждом месте, в каждой линии, на каждой позиции иметь игрока получше. Это нормальное желание. Ну, опять-таки, ноги исходят из возможностей своих. Балашов, вот опять подбор выиграли. Вот уже мы видим невооруженную заднюю, что Бипа выигрывает подбор. Фандер вот. Нет, бросает не точно. В замену Днепра Загреба возвращается на площадку. Меня Тимофин, которому дают за минуту 52 до окончания первой четверти Жиролева отдохнуть. У Днепра перебор командных у Бипы 4. Нет, простите, это табло ошибается. Все-таки по 4 фала и у Днепра у Бипы. Но это ничего не меняет в данном контексте. Любовь Сеначехов будет пробивным. Месяц. Нет, Дубаненко, простите, пошел проход. Вот, достаточно смело, я вам скажу. С отклонением прыгал Шевченко, бросал, но... Такая сумбурная немножко игра пошла у нас, но... Одесса, Одесса пытается атаковать. Фандербург с мячом. Простите, Фандербург. Вот с мячом Фандербург. Именно он получает мяч, бросает. И что? Нарушение правил. И у Загреба второе персональное замечание. И Станислав Балашов на линии штрафных. Плюс 3 Днепр впереди. Да, Загреба нервничает. Балашов забивает... Одно очко. Один из двух. И уже... Ткачук начинает атаковать Днепрам. Метец. Два мяча не потеряли. Передача Ткачука на Загребу неточная была. Стандарт баскетбольный клуб Днепр слева от вас выйти в Валерий Кондратьев. Два очка. И это Александр Метец. Нашел возможность таким. Быстрое действие позволили даже не спецсопернику спалить. Последняя минута. Кадегроб на Фандербурга. Два передачи. Балашов ставит за склон. Тут дальше отдает. Ну вот теперь на скрипца. И хороший, хороший такой сброс мяча. На 13 номера команды гостей. Евгения Таченко. И тот точен. Хачук. Сбросил на Шаченко. У того трехочковая позиция была очень неплохая. Никто ему не мешал. Но промахнулся. Фандербург. Быстрый проход Фандербурга. Здорово все сделал. 9 секунд у Днепра на атаку. Уже меньше. У Днепра мяч 3,3 Днепра на атаку в этой четверти. 13-13 счет. Фандербург на ваших ранах. Именно он герой прошлого эпизода. Когда забил два очка в очень быстром проходе. И показалось, какая хорошая скорость у него имеется. Нужно атаковать. Месяц. Нет. Мимо кольца. Ну что же. 13-13 после первой четверти. Уважаемые друзья. В матче Днепр Бипа. В матче второго тура чемпионата Украины по баскетболу. Небольшой перерывчик. И продолжим. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует... 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 Тимофейнко Не разобрались с месяцем Однако мяч сохранили Тимофейнко два с полом забивает Сопротивлением Нарушает правила 43 номер команды гостей Илья Жуковский Илья Жуковский номер 43 Первый пол Тимофейнко может увеличить преимущество своей команды И сразу в одну атаку Три очка принести своему клубу Так и есть По-моему, там и больше преимущество Это не право, это матч 48 Челован вышел, вы видите Будет на него, конечно, сейчас играть Одессит и стараться Использовать его мощные данные Рост Не из-под кольца, но со средней дистанции Достаточно сложный мяч Челован забил Тарасенко отдает на Мишулу Сложный бросок Мишулу Однако посмотрите Ревзин все сделал правильно Забрал мяч, а вот до конца руку не дотянул И из выгодной позиции не смог заболтеть мяч в корзину Еще один рекламный тайм-аут Медиа тайм-аут Посмотрим только группу выступления поддержки баскетбольного клуба Днепр Или же повторы на ваш вкус ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они ждут ваши аплодисменты ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И так, уважаемые друзья Напоминаю, вы смотрите трансляцию из Днепра Спорт-коп-лесшедник, матч 2-го 2-го чемпионата Украины Днепр-Дипа Днепр против Одессы Артамонов начинает атаку своей команды Фандербург Ревзин нам старается плотно обрекать Артамону Однако Артамонов очень резкое движение Не все могут успеть за ним, конечно же Это фолл Фолл против Месяца Четвертый командный у Одессы И 43-й номер команды Одесситов Федя Жуковский получает очередное Своё персональное замечание у него на втором Мишула Какая хорошая комбинация Мишула отдал на Тарасенко Тарасенко Тут же мгновенно сориентировался Отдал Мишулу Которая реактивным движением был уже у кольца И 2 очка Мячик так не ехать, а провалился в корзину Но все-таки провалился В итоге мы видим тайм-аут от Пузырея ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень яркие и трагичные группа вангерщики баскетбона Губер нет Уважаемые боющики, объявление для вас Сегодня наш баскетбон в празднике продолжится в 5 часов И так 4.20 до окончания второй четверти матча Так, появился на площадке 16 номер у гостей Нис Парватов Ходи гроб с лучом Некому отдать Все прикрыты Вот так запутался и что? Фол увидели арбитра здесь Нет, не фол Ногой посчитали, что сыграл игрок Днепра И поэтому Ошибаются одесситы Мишула Ревзин Все блестяще сделал Обманное движение на Мишула и мяч в корзине Ну что же Потихоньку, потихоньку Однако Днепр во второй четверти уходит вперед в отрыв Арбатов Житовский Тарасенко Челован не смог заводить ничем Мишула Простите Тимофейенко, что арбитр показывает Время на атаку истекло Но свисток был раньше Да, вот об этом показывает арбитр Состанговоря Мишула Тимофейенко, говори Мишула Да что ж такое? Косиченко вышел на площадку Арбитр матча Сегодня мы их представляли Сергей Зачук Альтри Бабик И Александр Бетан Комиссар матча Василий Зазулин Незабудимо про него, конечно же Челован Ходи Гроб Фолл в атаке у Челована Это пятый фолл Пятый командный у одесских баскетболистов У Днепра Загриба вместо Тимофейенко Выходит на площадку Немножко отдохнул Сейчас плотно Одессита опекали Днепрян И мяч в аут выбили Но было непросто Персонально пытаются сейчас играть Баскетболисты Днепра Загреба Челованом далеко оказался И посмотрите Но никто не мог предположить Что упадет Упадет на площадку Сейчас Жуковский И Это позволило Месяцу Красивый дан Осуществить Артамонов Трехочковый Неточный Днепра В этом В этой четверти нет Навуфола Пока нет Что удивительно Месяц Нет Тут не было персонального замечания Считают арбитры Артамонов Передача Отдает на Каде Гроба Трехочковый Неточный бросок Однако Мяч Остается У одесской команды Отдает на Каде Гроба Каде Гроба Каде Гроба Каде Гроба Тут фол Конечно Фол Месяц Пытается возмутиться Но А собственно говоря Что возмущаться Фол то был Первый фол Днеправа В этой четверти Артамонов Пошел проход Да Пошел проход Сложный был мяч Сложный был мяч Пытался выкрутить его Снизу Но не получилось Качок Мауты. Счет-то 34-20. Проваливает Бипа. Вторую четверть. Проваливает Бипа. Минутой 50 секунд остается для того, чтобы одесситы смогли подсократить отставание в счете после этой провальной для себя четверти. Проваливает Бипа. Проваливает Бипа. Проваливает Бипа. Проваливает Бипа. Бипа. Проваливает Бипа. Проваливает Бипа. Проваливает Бипа. Проваливает Бипа. И тело еще 37-20 в концовке второй четверти. Хороший задел Бипа перед перерывом. Бипа. – Против Артамонового. Корректорippers inputs%, Персональное замечание. Ткачук извиняется, поднимает руку. Не успевал Ткачук. Не успевал, да. Приводит порядок площадки тут баскетболисты из Днепра и Одессы. Ну да, все должно быть нетравмоопасно. Жиролева-Гапов. Какой тандем Днепра, сейчас вы видите. Как всегда, сегодня много зрителей. Челован. Бедыгрок. Днепр хорошо защищается сегодня. Я вижу, кредер со мной нервничает Вадим Пудзарей. Тут и очень такая эмоционально уже. Не получается у них команда играть сегодня. Понятно, что он расстроен. Действительно не получается. Но Днепр сегодня старается. Защитите. Закурдаев. Закурдаев не использовал свой шанс. Однако, посмотрите, по серии Кошета мяч оказался у Ревзина. Теперь Ткачук не до конца уже Днепр будет владеть. Почти до конца игрового времени. И на свою атаку Шевченко трехочковый не выпадает. Так, у Одессы есть шесть секунд. И Одесса не забивает. Не используют свой шанс только три игрока. Выходили против одного игрока Днепра. Да, расстроенный Жуковский. Расстроена команда Дипа. И они проигрывают. 20-37. Свой матч в Днепре пока. После первого тайма. Отдыхаем, уважаемые друзья. И после первого реву увидимся. Продолжение следует. 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 Продолжение следует... 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 Продолжает не вести баскетболиста Матнеса. Со штрафных тоже, видите, проблема. Два броска бросил Жуковский, но не попал. А тут можно было, кстати, в прыжке сразу отправлять наш корзин, но почему-то решил опуститься, потом выпрыгнул. Ну, зачем такие сложности? Передача же была хорошая. Дмитро увеличивает отрыв. Может быть, это неожидно было, но не будем забывать, что это не поводит спортивная победа в чемпионате. Неудача в оперантуре с Химиком. Это всего лишь начало чемпионата. Артагон, хороший проход. Еще Анап, Закурдаева. Шевченко. Средняя дистанция. Тайм-аут берет Вадим Пуцаренко. Выходит, Шевченко-Хаченко, кстати, на площадку у Одессы. Может быть, будет еще какие-то замены. Да, большой прыжок. Из них у нас 22 очка. Тайм-аут берет Вадим Пуцаренко. Тайм-аут берет Вадим Пуцаренко. -тайм-аут берет Вадим Пуцаренко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Одесса не опустила руки, то непонятно, что творится. Просто на ровном месте теряют мячи. Сколько было уже потерь? Вот таких вот. Обескураженная, действительно, наверняка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Борьба. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Начинает атаку своей команды. Костиченко. Костиченко дал передачу. Артамонов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Челован. Фан де Бур пошел в проход. Кому фолдал Ревзину, который подставлялся? Да. И у нас номер Днепра. Второй командный у Днепра, кстати, и у Одессы тоже. Розенцвит выходит на площадку вместо Артамонова. А, Владислав Розенцвит. Седьмой номер. Ну что, дает пузырей вообще Днепра для следующих матчей? Или же только лишь для концовки, для четвертой четверти? Ну, может, для четвертой четверти больше все-таки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фолд нападений. А, фууууу. Каченко получает, да? Ну, вы видите, пузырей. Что тут комментирует? Эмоции все на лице. Думаненко. Дал предачу на Тимофеенко. Нас бросает. Не точно. Борьба. Борьба. фандербург 2 очка хороший проход американского легионера в составе бипа фандербург кстати сколько может забить посмотрим четыре шкафа два прохода было фандербурга и 2 3 они точно но это за курта начало на передачи на которую он не открылся быстрее днепрад не прогресс не быстро быстро проходах тимофеенко но 2 очка 51 27 до хороший проход не забит челован блок ставит ему тимофеенко челован сегодня ну вы знаете ожидал я от него больше может быть я не праве этого делать ожидать но всегда же даже баскетболиста хорошей игры в том числе и от людей которых ты давно знаешь в украинском баскетболе на автоматизме на каком-то делать замену вадим пузырей очень расстроен еще там наверное больше игрой своей команды а жерлёк должен быть довольны по крайней мере я так думаю родный цвет бросал не точно после мяча деситы нет мяч вышел за боковую линию хорошее настанет болячь из днепра перед такой игре днепр не должен упустить эту победу закурдаев тарасенко дубаненко молодые ребята же играют днепра смело жерлёв пропускает днепре хорошая школа это спортивная хорошая цепочка это баскетбольная спортивная школа училище висит культуры баскетбольный клуб днепр блок ставят закурдаеву артамонов хороший момент до артамонов сыграл и каждый молодой баскетболисты знает что сейчас еще не блок как бы может использовать свои возможности поиграть лучше команде области город ну и видим молодых ребят которых очень много на площадке баскетбольная печь не проваливается здесь корзину борется борется 10 старается но не идет идет у них игра артамонов неправильный заслон у ткаченко а у ткаченко это это персональное замечание ошибаться курдаев и блок ставить на артамонов ответный кстати помните когда артамонов поставил блок за курдак можно сказать ответил качок не забивает первый бросок во втором точке 52 27 2 минутки практически стало до окончания третьей четверти матча которая может стать определяющей в этом матче а защищался днепр месяц закурдаев 3 очка бросил попал за курдаком днепра в плане хотя бы трех очков борцов тогда точно 25 27 плюс 28 очков разница это много артамонов не попадает из выгодной позиции да большое преимуще днепра и думаю что тут уже все понятно может быть четвертый четверти мы увидим у днепра и совсем юных баскетболистов такие как и юсуп санон и моисей ким это еще совсем мальчики которые только не недавно вот закончили школу а ким моисей еще и учится 5 спортивной школы до сих пор все молодые даты которые пробуют пробуют отпускать но тут все собственно говоря молодые ребята ну что о чем говорить все самые возрастные турецы на тимофеенко все остальные ребята молодые даже мячу вы еще молот я уже его можешь стать опытным в каком метро какой-то степени артамонов с мячом разбросали таки передачами а вот бросочек не точный но подбор остался сзади ситами и блок нет нарушением правил тут блок все-таки сделан и поэтому дубаненко нарушил правило да вот по руке ударил по руке ударил дубаненко своего оппонента и два штрафных на линии илья жуковский точно на подборе тут розенцвит забрал мяч уже артамонов с мячом обыгрывает качука идет проход сбрасывает розенцвит едва не поднимаем мяч действительно однако так и продолжается одна секунда и время на атаку одесса исчерпала днепр сегодня конечно же будет лучше пробежка тарасенко нарушил правило оторвал опорную ногу при получении мяча последняя минута 3 четверти в авто я думаю концовки концовки конечно же днепр будет играть спокойно наверное попробовать молодежь а вот результативность у одессы неприлично маленькая добивает 30 очков челоман 30 у одессы 30 55 дураненко хочу поспешил качу на мой взгляд с атакой у одессы 11 секунд артамонов будет на себя брать атаку не исключено нет на челована отдал челован бросал полу курюков тут нарушил правило месяц человек будет пробивать два штрафных броска и после этого у днепр еще будет три секунды три десятых на атаку челован точно вадим пузыри на ваш экранах очень расстроен скамейка запасных одесса рядом с моим комитарским местом просто расстроен да берет прогнозируемо жералев тайм-аут чтобы используйте 3 и 3 десятых секунд для того чтобы провести грамотно атаку другая счастлива чтобы выбрать рекомендуем вы